Мой основной вопрос связан с расследованием убийства Бориса Немцова. Мы знаем из СМИ, из утечек, которые выходят из Следственного комитета, из того, что говорят стороны потерпевших, что сейчас существуют большие проблемы с тем, что следователи получили доступ к двум фигурантам этого дела. Офицерам батальона «Север» Геремееву и Мухудинову. И по сторонам потерпевших связывает это с возможной позицией руководства Чечни по этому вопросу. То ли они скрываются в Чечне, то ли они благополучно скрылись за рубежом. Рамзан Кадыров неоднократно публично высказывался в защиту фигурантов этого дела. Вы имели возможность разговаривать с Рамзаном Кадыровым много раз. Вы разговаривали с ним о расследовании этого дела? Что вы ему сказали? И убедил ли он вас в невиновности этих людей? По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично. У нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык. Не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить. Как бы долго это, кстати говоря, не продолжалось. Вот у нас было убийство Саровойтовой. Она ведь тоже была оппозиционером в известной степени. Значит, всё-таки правоохранительные органы довели это дело до логического завершения. Так же, как и некоторые другие дела в отношении людей, которые настроены были оппозиционно к власти. Полагаю, что вот такие вещи обязательно должны быть расследованы, а виновники изобличены и наказаны. Виновные изобличены и наказаны. Таким образом, мы будем создавать устойчивую политическую систему внутри собственной стороны. Это важнее, чем кого-то прикрывать, не дай бог. Никто никого прикрывать не собирается. Но нужно дождаться данных объективного следствия.